Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Вероятно, есть несколько способов для НКО получить программное обеспечение со скидкой. Можно обращаться, например, непосредственно к разработчику и просить или даже требовать скидку. Но сегодня я расскажу о сервисе, на котором это делается автоматически, это во-первых, и на котором собрано сразу несколько крупных компаний-доноров, это во-вторых. Собственно, я уже упоминал о программе Тепло Диджитал, когда делал скринкаст о сервисе Zoom. Ссылка на скринкаст в описании, сервис весьма удачный. Тепло Диджитал это один из проектов Теплицы, то есть Теплица сделала большую часть работы за вас. Вот список компаний, которые здесь есть. Adobe, Microsoft, Autodesk и так далее. Вполне покрывает все запросы на ПО средней, да и я бы сказал любой организации. Вот Zoom. Кстати, посмотрим на цены. Понятно, что это интересует любого покупателя в первую очередь. Так, вот план ПРО на год. Что у нас на сайте Zoom по этому поводу? Округлим до 15. 15 на 12 и на 65. Курс вроде пока пляшет в этом районе. Получаем 11700. По программе Тепло Диджитал 4 545. Хорошо. Значит, что нас отделяет от 50% скидки? Сразу скажу, что размер скидки может варьироваться по разным продуктам. Нам нужно зарегистрироваться. Это во-первых. Полей тут много, поэтому я сейчас отключусь, все заполню и... Вот я все и заполнил. Джонни, сделай мне монтаж. Если бы кстати в жизни все было так просто. Итак, вид деятельности нужно выбрать только один. Вариантов очень много, найдется все как у Яндекса. Хотя нет, у Яндекса уже очень многое не находится. Выбираете вид, кликаете и получаете красную галочку. Можно конечно заниматься научной деятельностью, но я все-таки выберу религиозный орден. Вот правда не думал, что такое может быть в сферах деятельности. Это я к тому, что здесь есть действительно все. Дальше имя, фамилия и прочие атрибуты контактного лица. Того, кто будет общаться с Тепло Диджитал. Конечно, тут больше подходит имя Игнатия, фамилия Лайола, но я просто Вова Ломов. Хотя должность все-таки укажу Рыцарь. Да, писать все нужно латиницей. Но не по-английски, а просто латиницей. Дальше данные об организации, адрес и так далее. А вот тут нужно указать годовой бюджет в рублях. К сожалению, это требование доноров. Но понятно, что информация никуда не уйдет. Хотя для благотворительной организации это и не должна быть закрытая информация. И реквизиты организации. ИНН, ОГРН и так далее. Забыл кстати это написать. Дальше миссия организации. Количество компьютеров. Подтверждение, что вы никого не дискредитируете. Дискредитировать можно кого угодно. Точнее никого нельзя. Это я к тому, что список тут весьма обширный. А ознакомиться с ним можно по ссылке. Мой вам совет никого не дискредитировать. Ну и все. Собственно контактная информация еще раз. Она подтянется автоматом и порой. Ах да. Если вы хотите узнавать о новых продуктах в программе, поставьте эту галочку. Ну и все. Даем согласие. Я не робот. Я рыцарь. И вообще конечно, когда так много полей, почти точно что-то будет не так. А нет, все так. Не ожидал. И вторая часть марлезонского балета. Заходим в почту. У меня письмо попало в промо акции. И следующий шаг, он же последнее предоставление документов для подтверждения правомощности. Понятно, что нужны электронные версии. Здесь снова название организации, сайт и так далее. И свидетельство о регистрации. Нажимаем, прикрепляем. Подтягивает почти все. JPEG, PDF, DOC и так далее. Дальше свидетельство ИНН. Устав последней редакции и письмо на бланке организаций с фактическим адресом и банковскими реквизитами. И собственно все. Теперь остается только ждать. До пяти дней. И если все хорошо, то следующий этап это уже заказ продукта. Чего я вам и желаю. Ну, заказа продукта в смысле. Все, любите друг друга. Кстати, вмещает ли в себя понятие любовь и отсутствие дискредитации кого бы то ни было? Не знаю. Кстати, действительно не уверен. Надо подумать. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.